Мы все иногда бываем ленивыми, но есть люди, заслуживающие похвалу и награду за свою изобретательность, которая помогает им сделать жизнь чуточку проще. От смешных лайфхаков до избегания дел. Вот люди, которые превзошли всех по уровню лени. Эта женщина придумала, как быстро подготовиться к выходу. Зачем красить каждый ноготь на ноге, если есть обувь, которой видно только два первых пальца? Правда, если она не собирается носить эти туфли всю неделю, то такой план может ее подвести. Перед Новым годом неизбежен сильный стресс. От покупки подарков до украшения дома. Но один человек нашел простое решение, позволившее избавиться от стресса. Кто сказал, что освежители в виде елочки не могут заменить новогоднюю елку, пусть и очень грустную? Пожалуй, большинство из нас ненавидит стоять в очередях. А если бы стоять в очередях не надо было? Эта женщина в порыве гениальности принесла собственный стул в очередь в Бургер Кинге. Хотя, если задуматься, то стул надо постоянно передвигать. Так что это неудобно. Когда речь идет о ленивых, но творческих людях, есть тонкая грань между глупостью и гениальностью. И вот вам пример. Этот отец года нашел идеальный баланс между присмотром за своей дочерью на качелях и наслаждением стаканом пива. Все, что нужно, это простая веревка. Поистине гениальный родитель. Жутко неудобно переходить на летнее время, ведь надо менять несколько часов. Тот, кому поручили перевести эти школьные часы, решил, что легче написать «минус один час», чтобы все считали сами. Любопытный факт. Эта надпись висит там уже целых четыре года. И не то, чтобы она как-то помогала. Смотреть что-то на смартфоне или планшете трудно и утомительно, потому что гаджет нужно вечно поддерживать. Но этот парень смог превратить свой айпад в мини-кинотеатр. Изолента всегда помогает. Но что случится, если он заснет и забудет, что над ним висит айпад, когда он проснется? Эта фотография показывает, насколько многие из нас ленивы. И как мы предпочитаем выбирать легкий путь. Лестница буквально рядом, но эскалатор кажется намного легче. И люди готовы стоять в очереди и в толпе. А что выберете вы? Даже самые простые действия. Например, взять кружку и сделать глоток можно сделать еще проще. Этот парень, возможно, создал самую большую и идеальную трубочку. Но фейспалм его друга очень показательный. А вот эта девушка потягивает напиток и при этом спит. Если вы не очень старательная жена, то вы не любите мыть посуду. И порой хочется снизить количество посуды, которую надо вымыть. Но разумен ли подобный подход? Конечно, не пачкается тарелка, но эти сухие завтраки, съеденные прямо из упаковки, выглядят не так уж и аппетитно. Это определенно очень крутая мама. И хотя я не могу сказать, как она управляет сигвеем и одновременно толкает коляску, я ей аплодирую. Логика может быть сомнительной, но ее стоит похвалить за то, что у нее получилось. Человек на этом фото все же немного постарался. Я только не уверен, зачем. То, что мужчина вообще чего-то добился, точно достойно похвалы. Потому что этот стул, судя по его виду, не переживет даже маленькую волну. Нет никаких сомнений в лении этого мужчины, который даже не потрудился выйти из машины, чтобы заправиться. Но если на этой заправке нет автоматической системы оплаты, то ему все равно придется выйти, чтобы заплатить за бензин. Спать на работе нелегко, особенно если вы охранник. Но это не остановило одного мужчину, который нашел способ незаметно вздремнуть на посту. Картонный офицер намного больше и страшнее. Но он не моргал несколько часов, так что тут никого не обмануть. Вот еще один пример леник, который граничит с чистой гениальностью. Зачем несколько часов ходить кругами, если можно просто привязать газонокосилку к шесту и запустить ее? Только она может вырваться и начать косить все на своем пути и выбраться на дорогу. А вот в этом поступке одного ленивого водителя в плохую погоду нет ничего умного. Если нужно выбирать между уборкой снега и риском опасной, а то и смертельной аварии, что вы выберете? Даже выключить свет иногда ужасно лень, когда ты уже лежишь в постели. И один умник задействовал специального четвероногого помощника. Кошки не могут устоять перед лазером, и они умеют высоко прыгать. Достаточно просто указать на нужное место, и вуаля, свет уже выключен. Концерты могут высосать всю энергию, особенно когда весь день стоишь под солнцем. Но посмотрите на этого мужчину, который наслаждается шоу и при этом лежит. Он просто снимает концерт на камеру, подключенную к смартфону, и наслаждается. Ну, пока его рука не устанет. Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль, помимо прочего, прославился благодаря этому случаю во время Уимблдонского турнира. Да, он правда позвал мальчика с мячом, чтобы он выбросил за него мусор в урну, стоящую рядом с ним. Не уверен, является ли это фото примером сильной лени или же гениальности. Никто не хочет стоять в очереди, когда есть сидение. Так что эта система очереди из обуви – умное решение. Граждане Таиланда уже живут в будущем. Не считая организованных людей, большинство из нас собирает кучу грязного белья. И один особенно ленивый человек решил превратить свою гору из одежды во временную инсталляцию на новогодний сезон. А это неплохой способ быстро взять все необходимое в магазине, не блуждая по отделам. Но нужно уметь хорошо ездить на ховерборде, чтобы случайно не врезаться в полки с дорогими бутылками вина. Несмотря на лень, все-таки надо работать. Это показывает пример с этой бедной женщиной. Ее показали в новостях без указания должности и даже имени. И все из-за одного ленивого человека, который не вставил нужные данные. Иногда просто не хочется ничего делать. Но часто это невозможно. Из-за обязательств вроде работы или учебы. Это не остановило парня, который придумал, как получить выходной. Он прифотошопил спущенное колесо к своей машине. Человек, готовый на такое, заслуживает даже отпуск. Пиццу достаточно легко готовить. Впрочем, это не значит, что не надо прикладывать никакие усилия. И ленивые люди не хотят с этим мириться. Когда одному мужчине надоело проверять, не подгорела ли его пицца, он решил позвонить в своей духовке и следить за ней в прямом эфире. Вот как еще можно не мыть посуду после ужина. Нужно просто обернуть тарелку в пленку и выбросить ее после еды. Но этот способ не подойдет, если надо много что-то резать, потому что получится добавка из пластика. А это новый способ отдыха у бассейна для самых ленивых. Этому мужчине даже не надо вставать, чтобы взять освежающий напиток. И еще это неплохой способ незаметно выпить несколько стаканов пива у бассейна. В общем, идеально. Иногда ленивые люди решают простые проблемы слишком уж трудным путем, который требует еще больше усилий. И это фото тому доказательство. Вместо того, чтобы просто спуститься за упавшей рубашкой, мужчина устроил опасную операцию с участием пылесоса. Интересно, а чем все закончилось? Арбузы невероятно вкусные. Вот только вытаскивать каждую семечку лень, когда смотришь любимый сериал. Одна изобретательная женщина придумала одновременно гениальное и ленивое решение. Не надо суетиться, просто выплевывай семечки в пакет. Отправка бумажных писем настолько устарела, что когда мы все же решаем написать письмо, это кажется муторным процессом. Этому человеку было лень покупать марки, поэтому он просто прилепил монеты на нужную сумму и чаевые. Если вы настолько ленивы, что даже приготовить тост для вас тяжелый труд, то не беспокойтесь, ведь есть решение. Я не уверен, насколько вкусны эти готовые тосты в упаковках, но есть даже версии с намазанным маслом. По сути, изготовители могут и съесть тост за меня. В любом доме неизбежно наступает момент, когда нужно помыть почти всю посуду. Но вместо того, чтобы помыть всего одну кружку, эта девушка налила свежую воду в обычный пакет. Всем собакам нужно гулять и играть каждый день. Но иногда хозяевам совсем не хочется выходить на улицу и выгуливать питомцев. Это фото доказывает, как изобретательны ленивые люди. Почему бы не заставить собаку выгуливать хозяина? Возможно, этот парень развалился в кресле у телевизора, когда его мама попросила купить молоко. И он просто взял и поехал прямо на кресле. На самом деле, я, конечно, понятия не имею, как работает такое устройство, но выглядит оно неплохо. Если смотреть на кастрюлю, она не закипит. А если смотреть на нее по скайпу? У этого человека явно были более важные дела, чем ждать пять минут, пока не закипят яйца. Это классический пример решения проблемы, которой, по сути, и не было. Вместо того, чтобы просто сдвинуть часы в сторону от столба, который скрыл несколько цифр, их просто нарисовали на столбе. Столько вопросов. Геймеров ничто не остановит. И даже необходимость помыться не смогла отделить этого парня от его PlayStation. Интересно, в Apple подозревали, что FaceTime будут использовать для этого? Тот, кто сделал это, явно страдает от запущенного случая хронической лени. Неужели было так трудно просто отклеить наклейку перед тем, как есть яблоко? Даже встать для того, чтобы почистить зубы, бывает тяжело, если вы очень ленивый человек. Как только вы станете вести себя, как этот мужчина, со специальным стулом для чистки зубов, боюсь, пути назад уже не будет. Нужно присмотреться к этому фото, чтобы понять, в чем здесь дело, и как это связано с ленью. Один сообразительный человек придумал, как не мыть посуду всю оставшуюся жизнь. Он напечатал фотографию чистой раковины и положил ее на грязную посуду. Но сработало ли это? Если у вас есть очень ленивый друг, то вы уже привыкли к тому, что он мало старается, так что лучше занизить ожидания даже на свой день рождения. Вот для примера праздничный торт, точнее, заменитель торта. Некоторые слишком увлекаются новогодними украшениями, и получается вот это. Но вместо того, чтобы соревноваться, соседи просто установили светящуюся табличку с надписью «То же самое». Гениально! Интересно, когда студенты поняли, что этот ленивый профессор на самом деле не сидел за столом, как казалось из коридора, нужно быть настоящим гением, чтобы создать такую иллюзию. И он заслужил свой сон. Не только люди бывают ленивыми. Неужели эта птица не знает, что у нее есть собственные крылья? Что случается, когда собака может пробраться через калитку и сбежать? Надо менять калитку, так ведь? Этот ленивый хозяин сэкономил время и деньги, прикрепив просто ложку к шлейке своего пса. Его коварный план провалился. Впечатлил ли вас кто-нибудь из этих ленивых гениев? А может быть даже вдохновил? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!